Ну, то, что Украина напряглась с точки зрения формата реализации их хотелок, это уже очевидно. Европа никогда, вот последние, так сказать, десятилетия не проводила самостоятельной политики. Конкретно, это статистика польская, 17,5 миллионов – это бедность. Александр Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Беседу нашу хотелось бы начать с недавнего климатического саммита в Баку, точнее, с выступления главы государства. Он охарактеризовал вот этот саммит, емким словом, говорили, потому что, ну, действительно, говорят много, а каких-то конкретных действий почти не предпринимается. А почему саммиты ООН превратились вот в эту говорильню? Ну, во-первых, я хочу сказать так, что саммиты эти, они превратились, так сказать, в политические действия, по сути дела. Они отошли от реальных проблем человечества, планеты. Они перестали интересоваться фактически теми вещами, которые реально угрожают нашей Земле. И все сводят в большинстве своих решений к обслуживанию каких-то интересов, допустим, бегемонов, каких-то политических, так сказать, лидеров западного мира. Поэтому здесь из организации, которая должна, как бы, переживать или стремиться к улучшению того же самого климата, они просто-напросто обслуживают корпорации, политиков, другие такие меркантильные позиции в мире. Но, естественно, что это все превращается в говорильню, так как отвлекает от реальных проблем и выводит ракурс действий в угоду кому-то. Что должно произойти, как вы считаете, чтобы вот эта вот тенденция проводить эти саммиты в формате говорильни переменилась и вместо слов там начали предпринимать, ну, хоть какие-то действия, чтобы решать существующие проблемы? Ну, просто, как говорит президент, открыли глаза на жизнь в этом плане. Потому что, действительно, войны, которые угрожают не только экологии, но вообще человечеству, в своем количестве даже, на них такая организация, как он почему-то смотрит сквозь пальцы. Она не акцентирует проблемы и не ищет пути решения. Они даже не оценивают степень угрозы этих фактов. И поэтому говорить о том, насколько часто дышит человек или, допустим, насколько влияют фермы на экологию, в то время как горят города, земля под ногами на сегодняшний момент, и здесь, мне кажется, говорильня – это самое лучшее определение этой позиции Ионовской. Нельзя не сказать и про так называемый демарш польского президента Анджея Дуды. Думаю, что никто не заметил бы этого, по сути, если бы эта тема не стала раскручиваться в информпространстве, имея в виду, что он отказался фотографироваться с Александром Лукашенко на так называемой фэмили-фото. А чего он добивался вот таким вот, ну, назовем это, демаршем? Мне кажется, польский лидер зациклился. Он мало того, что не самостоятельен во многих решениях, он еще и ко всему достаточно продемонстрировал слишком узкий круг или узкий взгляд на достаточно большие, обширные вещи. Если он видит проблему в том, что президент Лукашенко участвует в обсуждении экологических проблем и пытается как-то помогать искать решения этих проблем, то это, конечно же, со стороны польского президента не самое умное решение, не самое умное поведение. Не от Лукашенко зависит угроза человечеству и экологии нашей планеты. Но он-то отказался фотографироваться под предлогом, мол, ну, он же диктатор, не буду же я фотографироваться с диктатором, насколько я понимаю, предлог. Еще ни один диктатор не испортил экологию на планете. Экология портит те, кто не приехал на этот саммит, те, кто действительно создает такие разрушающие условия, добывая, так сказать, доллары и бюджеты за счет земли. Они не вкладываются ни грамма в то, чтобы эту землю как-то восстанавливать, спасать. Ну, и что самое интересное, Дуда-то при этом в своем выступлении рассказывал, как Польша заботится о защите животного, растительного мира, но ни слова не сказал про этот забор, который они построили в Беловежской пуще, и о вреде которого только ленивый не говорил, наверное. А почему на Западе не замечают вот такого, ну, как это сказать, лицемерия, наверное? Ну, а что было рассказывать Дуде, что он уничтожает краснокнижный, так сказать, вариант флоры и фауны? Запад, который стимулирует и который оплачивает эти безумные проекты, антиэкологические, антиприродные. Наверное, и это тоже является фактором того, что все это говорение, потому что чего им жалеть-то животных в флору, фауну, когда они не жалеют людей? На этом заборе фактически вывешивают трупы людей, которые нуждаются в помощи. Поэтому какая экология здесь может даже упоминаться в случае Дуды? Про такую тему, как возвращение Трампа в Белый дом тоже хотелось бы поговорить. Много об этом сказано уже, но с вами еще не говорили об этом. В контексте того, что для Украины, прежде всего, переменится? Ну, то, что Украина напряглась с точки зрения формата реализации их хотелок, это уже очевидно. Вот эти детские шалости и подходы типа «хочу, я так вижу, я так понимаю, и мне наплевать на все остальное, уже не получится с Трампом». Это достаточно рациональный, я бы сказал, и меркантильный человек. Это, в первую очередь, бизнесмен, который приобрел политический опыт, причем очень жесткий политический опыт, и он будет действовать только с точки зрения дебет-кредит, а не с точки зрения какой-либо идеологии. Самое важное здесь нужно понимать, что это бизнесмены придумали, ничего личного, только бизнес. Поэтому я думаю, что личных категорий у Украины и Америки в ближайшее время не будет это точно. Это будет сокращение вот этой вот, назовем ее, помощи, или все-таки полный отказ от нее в перспективе? Ну, я не думаю, что Украине получится создать даже видимость того, что есть смысл вкладываться в ее вооружение или вкладываться в этот конфликт. Мне кажется, администрация Байдена вместе с евросоюзовскими, так сказать, марионетками исчерпала этот ресурс максимально, и инвестиции дальнейшие, они просто абсурдны с точки зрения и бизнеса, и политики, и дивидендов, и всего прочего. Какие могут быть шаги, если вот мы рассматриваем США как участника этого конфликта, как американцы могут все-таки поступить с Украиной? Учитывая, так сказать, многие факторы, включая Трампа, я скажу, полагаю, что сокращение программы украинской неизбежно. За счет этого будут приобретаться, так сказать, политические дивиденды и перераспределение ресурсов туда, где это для Трампа и его команды наиболее важно. И это, скорее всего, будет Ближний Восток и китайское направление. Вот. Явно они попрутся и в Арктику, вот, потому что там тоже просматриваются свежие интересы Америки. Вот. А Украина, она уже больше ничем не дает. Если Европе будет интересно, как полагает Трамп, да, то Европа может продолжить заниматься вот этим чистоплюйством, вот, и коммерческим, так сказать, безрассудством. Я думаю, что Трамп просто-напросто отпустит Европу в собственное, так сказать, самостоятельное плавание в этом вопросе. А для Украины это значит, что, ну, в ближайшее время деньги быстро закончатся, потому что Европе самой нужно как-то выползать из того ада, в который она сейчас влезла. Обвал производства, экономики, уход производства из Европы. Ключевые отрасли начинают трещать по швам. Вот. Начиная от автопрома до химпрома. Вот. Энергетический голод, социальные проблемы. Я вот недавно смотрел статистику по той же самой Польше. Это просто ужасные вещи. Два с половиной миллиона нищих. Нищета. Конкретно. Это статистика польская. Семнадцать с половиной миллионов – это бедность. Вот. Почти, по-моему, более семи процентов детей живут в нищете. О каких финансовых вливаниях в украинский конфликт здесь можно вести речь с точки зрения даже той же самой Польши. Хотеть можно, но мощь не получится. Германия. У нее отрицательные ВВП, который год подряд. Куда она будет вкладываться? Она теряет свою гордость. Автопром. И химическая промышленность заваливается. За этим последует, скорее всего, и сельское хозяйство. И многие флагманы европейской экономики просто-напросто будут панкротиться, закрываться или уходить, релацироваться на более выгодные площадки в ту же самую Америку. Поэтому здесь Украина, как бы она ни пыжилась, у нее шансов нет. А ведь заметьте, что европейских лидеров не единожды предупреждали, что план американцев-то во многом и состоит в этом, в том, чтобы ослабить Европу как одного из главных конкурентов и переманить к себе их промышленность. Но никто не прислушался. Дело в том, что, может, они и понимали эти вещи, но рефлексы у них уже, так сказать, верно, поддоннические. Поэтому здесь, как бы плохо хозяин не поступал, слуга всегда будет доволен. И здесь вот эта вот злая, так сказать, ирония сработала, опять же, в пользу США и против Европы. У Европы сейчас очень наступает сложный период. Я думаю, что воинственность, которая нас сейчас тут пытается еще как-то бравировать, уйдет вместе с возможностью просто-напросто даже нормально питаться. Вот в чем проблема для Европы. Поэтому грядут перемены. И я скажу, что картина очень грустная. Очень грустная для Европы, это точно. Политики в Европе-то не зря напряглись, когда узнали, что победу одержал все-таки Трамп, а не Камала Харрис. Этого нельзя было не заметить. То, что ведь не просто так. Ну, конечно, было заметно, как те лица, которые когда-то еще не так давно обвиняли Трампа во всех смертных грехах, начиная от сотрудничества с Россией в агентурном, так сказать, проявлении и в том, что это угроза демократии, угроза миру и все прочее. Теперь эти же лидеры, вот как и Дуда, и Шольц, быстро кинулись на первые контакты, опережая друг друга с точки зрения того, что вот они видят уже новую перспективу в лице Трампа. И тем не менее, я думаю, что Трамп, он, как говорят, не злопамятный, но все записал. Вот, и ревизия, которая, и аудит, да, который обещает Маск в отношении всех этих программ, включая украинскую, еще дадут о себе знать. Я думаю, ковернут очень сильно. И вот это вот последние, ну, мягко говоря, деньки, да, это вот европейская элита, наверное, доживает спокойно. Они уже нервничают, но скоро будут плакать, это точно. При каких условиях в Европе все-таки могут появиться, как глава нашего государства сказал, новые де Голи? То есть политики, которые, независимо от США, могут проводить какую-то самостоятельную линию? Ну, я скажу так, они уже начинают пробиваться. Мы имеем Вучича, Орбана. Мы видим уже, что политики эти появляются. Вот, и я думаю, что как раз они идут в одной сцепке с Трампом, ну вот, с его политикой. Скорее всего, это потянет как локомотив и остальные. То есть не зря же, допустим, в той же Франции так сильно засуетились относительно Липен. Почему ее хотят вывести из политики? Потому что она начинает очень резко всплывать. Вот. И я так понимаю, что это коснется и других стран. Когда действительно появятся свои Коли, Деголи, вот, они есть. Просто им не давали восходить на Олимп власти. А сейчас, я думаю, что политика внутри стран, прежде всего, европейских, изменится. Вот. А вместе с этим и изменится внешний фактор. Ну да, вы отметили таких политиков, как Орбан, Вучич, Фицца еще можно добавить сюда же. Но это все-таки лидеры таких небольших, скажем, европейских стран. В той же Германии, например, как-то пока, наверное, не видно человека или людей, которые самостоятельную политику все-таки могут проводить. Хотя я ошибаюсь, может быть. Ну, начнем с того, что Европа никогда, вот, в последние, так сказать, десятилетия не проводила самостоятельные политики. Да, были сильные там политики. Там были сильные политики какое-то время. Но дело в том, что они тоже шли курсом, который определяла Америка. Но, во всяком случае, они максимально делали так, чтобы это было не в ущерб их народам, их странам, им государствам. А здесь просто мы наблюдаем парад такой безоглядности. После нас хоть трава не расти. Вот чем всем. И здесь вот эта вот, скорее всего, либеральная часть истаблишмента, да, она сама себя изжила. То есть это такое вырождение. Невозможно жить без правил. Невозможно жить без рамок. Они просто расползлись в своей бесформенной политике. Вот, мне кажется, в этом проблема и в этом вот корень зла. А сегодняшний Европа. Ну да, как вы сказали, после нас хоть трава не расти. Вот вы про Польшу говорили, про уровень нищеты, про уровень бедности. Ну так, Гдудя, вот это вот, после нас хоть трава не расти, тоже применимо. Он до свой срока отсидит и куда-нибудь в Европарламент съедет делать себе карьеру дальше. Как бы, ну, какое ему дело до того, что будет с поляками? Съехать-то он, конечно, может и съедет. Но смысл в том, что, почему они нервничают, вот эти все политики нынешние, так сказать, нынешняя верхушка европейская. Потому что стоит острый вопрос. Первое, что будет дальше с самим Евросоюзом, с его структурами? Что будет с НАТО, как какой-то гарантией безопасности Европы от кого-либо? Ну и следующий момент. Насколько они смогут вписаться в экономические требования сегодняшней Америки? Ведь, пересев на американские ресурсы, энергоресурсы, они, по сути дела, очень сильно стянули свой пояс. И причем не на уровне талии, а уже на уровне, так сказать, горла. И это уже очень остро ощущается, особенно в их социальных программах. Потому что даже те, кто говорили, что они там чуть ли не совершили экономическое чудо, вот, вступив там или интегрировавшись в Европу, на сегодняшний день очень резко сокращают, так сказать, все социальные программы. Вот про Польшу я вот говорил, Латвия, она, что сегодня обсуждает? Она обсуждает, как сократить помощь тем, кто нуждается, малоимущим. Сегодня очень большой удар, по сути дела, ожидается по детям и старикам. То есть тем, кто меньше всего защищен. Зато они при этом обсуждают какие-то гендерные иллюзии. Но если нечего будет кушать, извините, то эти иллюзии быстренько закончатся. Ну, страны Балтии мы вообще в расчет не берем. Там все совсем печально. Все, что им остается, это как бы вот агрессация на Россию. Я бы это назвал политическим грехопадением. Это уже, так сказать, приобретает какой-то библейский формат. То есть это не то, что там неизбежно глубина падения, а уже и возмездие, по-моему, за это тоже кара, да? Тоже вполне реально. Вот тот же Ланцбергис чуть ли не громче всех кричит о том, что Украина, да, должна наносить удары дальнобойным оружием вглубь России. Ну, он пока зритель. Вот в чем весь нюанс. То есть смотреть и подначивать, сидеть на трибуне и подначивать тех, кто на ринге, да? Это, ну, такая классика. Вот, но тем не менее, я не думаю, что он будет придерживаться таких же бодрых, так сказать, речевок, если действительно угроза нависнет над его крышей, над его домом. А он все тянет к тому, чтобы им все-таки дали по рукам. Ну, над его крышей, над его домом она едва ли нависнет. В случае чего, он, скорее всего, уедет куда-нибудь подальше, западнее, за океаном. Ну, он просто не учитывает, что может наступить момент, когда его самого могут бросить на ринг и будут подбадривать его уже. И эта ситуация вполне имеет логику сегодняшних событий. Украина, Польша, Прибалтика – это на сегодняшний день тот поезд, та цепочка, которые задействованы в эскалации с Россией. Поэтому избежать каких-то ответных мер или реакций им будет очень тяжело. Американское издание, не вспомню сейчас точно какое, «Нью-Йорк Таймс», по-моему, опубликовало информацию, что Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь России. Ну, так это или не так, пока сказать нельзя. Но если это все-таки так, как вы считаете, к чему подобные удары и подобное решение может привести? Ну, я уже пытался анализировать эту ситуацию. Вот, я скажу так, здесь как бы такая мультизадачная версия, допустим, я бы здесь выделил так. Здесь может существовать план Зеленского, да? Он давно просил это разрешение, это оружие, вот, и Запад мог повестись, включая Белый дом, на его этот план. Второе, это может быть план Байдена, который громко хочет плотнуть дверью и отомстить Трампу за победу и, как бы, усложнить ему его, так сказать, реализацию предвыборных обещаний, то есть не допустить. И есть еще вариант, это план Трампа. То есть, как бы, бросить побольше, так сказать, гирек на весы переговорных, так сказать, решений. То есть поднять вес в переговорном процессе и для того, чтобы иметь какие-то рычаги давления на Россию. Ведь первые-то контакты его были с кем? С Зеленским и с Байденом. А Шольц сбегал, так сказать, мягко говоря, или образно говоря, в Кремль и уточнил еще раз позицию Путина. Поэтому вполне может быть, что это и такая игра. Ну и четвертый вариант, это вполне возможно, что это саботаж. Может быть, сговор и существовал, так как Зеленский, как бы, в моем понимании полностью исполнил роль находки для шпиона и выдал в своих комментариях последних по этому поводу такие варианты, что все-таки сговор был, решение уже было до того, как стало публично известным. Второй момент, что он заявил, что такие вещи не афишируются заранее. Ну и третий момент, что словами не накидаешься. Здесь нужно, чтобы что-то ракеты показали. Поэтому саботаж в моем плане, это значит, этот секретный план или эту секретную новую стратегию, последнюю, крайнюю, администрации Байдена все-таки решили сдать в публичное пространство для того, чтобы не допустить вот этого краха и перехода вот этого конфликта в какую-то стадию Третьей мировой войны. Потому что, честно говоря, Россия это четко сказала, что подобные действия будут расцениваться как объявления войны. И даже комментарии из Кремля говорят о том, что Россия как бы спрашивает, а Запад действительно готов объявить войну России или нет. Поэтому эти комментарии сдержанные, и они как бы уточняют, что мы уже все сказали и готовы действовать в соответствии с ранее обещанным. И я даже вот исходя из тех ранних предыдущих комментариев в этом плане, когда менялась российская концепция безопасности, то вспоминаю о том, что даже такие версии двигались там по поставке российских ракет в ответ на американские решения, допустим, там Ирану, Хуси там и тому подобное. И не исключаю, что в этом ракурсе, в этом плане может произойти какой-нибудь ремейк Перл-Харбора только в хусистском исполнении. Ведь там две ударные группировки стоят. Труман и Линкольн, по-моему, да. И если ракеты сработают, современные ракеты сработают по этим авианосцам, то это будет, да, сравнимо с Перл-Харбором. Прогноз неутешительный. Тут вопрос в том, готов ли Запад пойти на это. Потому что слухи слухами, но там же они, наверное, тоже очень серьезно взвешивают и анализируют то, чем может обернуться вот такое вот опрометчивое решение. Ну, я скажу так, что пресса западноевропейская быстро кинулась заявлять о солидарности. Потом, конечно, это быстро убрало. Все прикрепрятало. Дальше тот же самый Науседа быстренько спел гимн украинской победы в Третьей мировой войне. И я скажу, что западные политики больше всего, наверное, испугались подобного шага и попытались сначала спонтанно как-то среагировать, а потом активно за это спрятали головы в песок. Они просто ждут развязки, прекрасно понимая, что все же это было не официальное заявление, а публикация в газете. Но, тем не менее, то, какой шум поднялся вокруг этой публикации, говорит о настоящих страхах Европы и Америки в том числе. Ну, это была публикация в одной из ведущих американских газет, наверное, тоже ведь не просто так, не в таблоиде каком-нибудь, а вот в серьезном издании. Ну, да, поэтому я говорю, что, скорее всего, это мог быть слив, это мог быть саботаж. Те же самые демократы или агентура Трампа в демократическом штабе могла, по сути дела, эту информацию добыть и слить для того, чтобы эти планы не смогли реализоваться. Даже то, что сейчас начали циркулироваться слухи о том, что якобы это решение может быть аннулировано, или оно может быть секвестировано с точки зрения там маленькой территории, небольшого расстояния, то есть видно, как ковер сворачивают обратно. То есть это могло быть еще и прощупывание почвы, так скажем, общественного мнения. Да, то есть даже вплоть до того, что в такой ситуации очень легко играть и управлять биржей. Очень многие котировки могли подняться, сыграть вверх, сыграть вниз, поэтому публикация могла быть просто частью вот этой вот биржевой аферы. Александр Владимирович, спасибо вам большое за эту беседу и за то, что нашли на нее время, ответили на мои вопросы. Спасибо, всего доброго.